Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК. Меня зовут Дарья Тарасенко. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о самых важных и интересных событиях этого дня. И мы начинаем. Следственный комитет начал проверку по факту отравления детей в лагере «Сокол» в Ачинском районе. Минувшие выходные 36 человек были госпитализированы с подозрением на дизентерию. Из них у 26, это 21 ребенок и четверо взрослых, диагностирована острая кишечная инфекция. Напомню, работа лагеря временно приостановлена. Расследование проводит Роспотребнадзор. Доследственную проверку начали и в Следственном комитете. Состояние всех отравившихся удовлетворительно. Часть детей уже выписались из больницы, их забрали родители. Следственными органами в ходе осмотра местопроисшествия, то есть территории детского оздоровительного лагеря, пищеблоки изъяты, образцы воды, еды, продуктов питания. Также взяты смывы рук у кухонных работников. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Амнистия незаконно прокуратура Красноярского края признала освобождение экс-председателя Совета директоров Краскома Валерия Грачева неправомерным. Расследование по делу бизнесмена возобновили. Напомню, сотрудники Федеральной службы безопасности по краю задержали Грачева в аэропорту Красноярска в мае 2015-го. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, руководство Краскома вместо ремонта водопроводных сетей начислило вознаграждение членам Совета директоров в размере 20 миллионов рублей. Четыре месяца Грачев провел в СИЗО, затем был отпущен под подписку о невыезде. В ФСБ тогда заверили, что бизнесмен признал свое вину и возместил ущерб. И 30 мая уже этого года дело закрыли, Валерий Грачев был амнистирован. Сейчас, по информации прокуратуры, материалы снова находятся в производстве. Пожар ликвидировали, обошлось без пострадавших. Сегодня стали известны подробности возгорания в мужской исправительной колонии номер 17, о котором новости ТВК рассказывали накануне. По сообщению ГУФСИН, пожар начался около половины восьмого вечера. Пламя охватило площадь размером больше полутора тысяч квадратных метров. Потушить его удалось только спустя два часа. Для этого было задействовано 18 единиц техники. Пока известно лишь, что горело модульное здание, которое не эксплуатировалось. Поэтому никто не пострадал и эвакуацию не проводили. Что же конкретно стало причиной пожара и размеры причиненного ущерба сейчас выясняются. Несколько поселков вблизи Сосновоборска остались без выезда на трассу. Месяц назад рабочие установили ограждение, и единственная дорога теперь заблокирована для жителей. Сегодня жильцы пяти поселков собрались на своеобразный митинг. Они требуют вернуть им проезд. На месте сейчас работает наша съемочная группа. Моя коллега Елизавета Курочкина на связи по телефону. Лиза, ждем от вас подробностей. Даша, здесь сейчас около ста человек точно есть. Все не съехались к месту, где проезд закрыли. Даже не из пяти, а из семи дачных товарищей. Люди жалуются. Единственный проезд от домов к трассе перегородили отбойниками. И жителям приходится буквально перелазить через ограждение. В наших глазах несколько человек именно так и пытались попасть на другую сторону дороги. Я отмечу, трасса очень оживленная. И, по словам жителей, иногда приходится ждать по 30 минут, чтобы поток автомобилей как-то стал меньше. И более-менее можно было безопасно перейти. Всему виной то, что жилые дома не учтены в проекте этой трассы. По словам жителей, в 2009 году местные власти не подали заявку в Крудор о том, что здесь есть дачные товарищества и к ним нужны проезды. Слово, проживает здесь больше трех тысяч человек. Люди обращались уже и в местную, и в краевую. Отмене сразу все безрезультатно. Сейчас, через пять дней, жители планируют организовать митинг прямо на дороге, прямо на трассе. На этом у меня пока все. Подробности завтра в 20.00. Даша. Спасибо, Лиза. Я напомню, Елизавета Курочкина рассказывала о том, что несколько поселков вблизи Сосновоборска остались без выезда на трассу. Дорогу заблокировали. А сейчас к другой теме. Аренда под кафе законна, а установка нет. В ситуацию с заведениями общепита на месте причала у речного вокзала вмешалась прокуратура. В ходе проверки выяснили, что бизнесмены тут действительно получили право ставить кафе, а не взяли эту зону в аренду на пять лет. Но для того, чтобы установить конструкцию, нужен еще и специальный технический паспорт, а его не оказалось. Кроме того, специалисты выяснили, что кафе «Капитанский клуб» самовольно захватила часть площадки. Владельцу участка Росимуществу вынесено предписание все нарушения устранить. В Красноярском управлении организации нам подтвердили, что предписание получили. А прямо сейчас в эфире новости ТВК «Новый проект в школу». Каждый день в течение недели мы будем рассказывать, как развивается городская система образования. И в первой серии автор Елизавета Курочкина выясняла, как составляются рейтинги красноярских школ и в какую сторону поменялись показатели. Вы смотрите проект «В школу», а это рейтинг красноярских школ за 2013 год. Первый и единственный сейчас образовательная система нашего города отошла от формата «Лучшие и худшие». На примере школ из этого рейтинга узнаем, как теперь определяют отличников и двоечников среди образовательных учреждений Красноярска и определяют ли вообще. Рейтинг рейтингу рознь. Хотя теперь о рейтинге как таковом говорить нет смысла. Красноярские школы сейчас не ранжируются по вертикали. Главная задача управления образованием – не выявить лидеров и аутсайдеров, а поставить всех в одну линейку по единому принципу. Например, если в школе хромает математика, это не сделает ее хуже той, которая ежегодно выпускает гениев алгебры и геометрии. В этом случае основой выводов о качестве учреждения будет не омега, а альфа, так сказать, самые сильные стороны школы. Для нас бесконечно важным является замерять шаг развития школы. Вот сам мониторинг, он основан на том, чтобы мы, замерив нулевое состояние школы, оценили, какой шаг развития она делает. По образовательным результатам, по развитию педагогического потенциала, по развитию инфраструктуры. Может и не с семимильными шагами, но свои старые позиции 133-я школа Ветлужанки точно обогнала. В рейтинге 2013 года она занимала далеко не лидерскую 90-ю позицию. Спустя три года в школу завезли новую мебель, полностью починили крышу, доработали образовательную программу. По словам директора, рейтинг не только показывает, кто молодец, а кто не очень, но и в чем-то заставляет школы соревноваться. А ведь гонки не всегда идут на пользу. Я не считаю, что рейтинг – это очень качественный, добротный показатель того, как работает коллектив, как работают педагоги, дети, родители. Если бы сегодня рейтинг продолжал жить, то я точно знаю, что наше место было бы выше, чем было в 2013 году. А вот лицей номер 7 в рейтинге был успевающим учеником, замыкал первую пятерку. С того времени, по словам директора, в школе многое изменилось, но делалось это не ради стремления попасть на передовую. Рейтинг – это большое напряжение для директоров-отличников. Есть такая категория директоров, которые хотят быть лучше всех, которые отличники. Это, конечно, нервирует, напрягает, заставляет считать, участвовать там, где даже и не надо. Ведь в воспитательном процессе, в образовательном процессе очень часто важны не просто результаты, а важны процесс. Сам процесс воспитательный очень важен. Главное отличие системы мониторинга, так сказать, более обобщенные мерила. Не результаты ЕГЭ, а уровень образования в целом. Не конкретные учителя, а весь педагогический потенциал. Системе уже больше года, и по словам директоров из 133-й школы и 7-го лицея, она продуктивнее рейтинга. Школы теперь не ведут игру на опережение конкурентов. Теперь конкурентов просто нет. Все равны между собой. Елизавета Курочкина, Николай Чистяков. Новости ТВК. Через 2 минуты прогноз на неделю. Специалист гидромедцентра расскажет, вернется ли в Красноярск тепло или пора менять гардероб на осенний. В Минусинске отпраздновали День помидора, но почетные гости из Красноярска оценили совсем другой овощ, какой узнать и через 8,5 минут. Через 18 минут расскажем, как жительница Норильска сорвала овации на популярном федеральном шоу. Все ближе к нулю. В этой ночи в окрестностях города температура опускалась до плюс 2 градусов. Чего ждать дальше, прямо сейчас расскажет специалист гидромедцентра Иван Горзеев. Он уже находится на крыше нашей телекомпании. Иван, добрый вечер. Неужели лето закончилось и тепла больше не будет? Добрый вечер. Тепло будет, но уже его не назовешь жаркой погодой. В воздушные потоки над нами действительно сохраняются северо-западные. С ними к нам приходит холодный воздух. Именно в этом холодном воздухе удерживается антициклон, за которого последние дни, но все-таки без существенных осадков. Прошедшая ночь действительно при прояснениях была довольно холодной. До заморозков по территории нигде не дошло, но местами в окрестностях города температура воздуха действительно понижалась до слабо положительных значений. В ближайшее время заморозков в Красноярске ждать не стоит, а вот прохладная погода еще несколько дней продержится. Во вторник и в среду ветер в городе сохранится северо-западный. Местами он, ой, временами он будет порывистый, но не опасный. Ожидается небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 7-11 градусов в зависимости от уровня прояснения. Чем больше прояснения, тем ниже температура. А в дневное время прогрев весьма скромный до 16-17 градусов. И только вот с четверга на пятницу ветер все-таки сменится на западный. И с ним ждем поступления теплого воздуха, отголоски вот этого рекордного потепления, которое недавно наблюдалось по Волжье и на Урале. Там даже повторно, второй раз в году, зацвели сирень и акация. Но нам такое тепло не светит. Ожидается превышение нормы всего лишь на 5-6 градусов. В четверг это дойдет до плюс 20. В пятницу после полудня ожидаем достижение 25-ти градусной отметки. И это только в тени. И в четверг и в пятницу осадков не ожидается. На выходные предварительно ночные часы температуры воздуха будет понижаться до 11-14 градусов. В дневное время достижение 25-ти градусной отметки. Но в эти дни есть вероятность кратковременных ливневых дождей. У нас сохранится ли такая теплая погода и далее? Узнаем через неделю. Дарья. Спасибо, Иван. Ждем от вас хороших новостей и через неделю. А пока продолжаем. На мемориале победы погас вечный огонь. Это не форс-мажор, а плановое отключение. Красная скорая газ проводит диагностику и ремонт газового оборудования. Подобные работы уже проводились. В прошлом году на несколько дней вечный огонь также был отключен. В музейном комплексе просят людей не паниковать. Огонь вернется на прежнее место 25 августа, когда закончится ремонт. В остальном пост номер один продолжает работу в обычном режиме. Караул несет свою службу. Правда, уже у памятника неизвестному солдату. Работы начались сегодня, в понедельник, 22 июня. С утра продлятся они до 25 августа. Уже в четверг вечный огонь в Красноярске снова вновь загорит. Проводятся они с целью технического диагностирования. Это обязательное требование для таких установок. Те, кто проводит эти работы, утверждают, что да. То есть Красноярск райгаз утверждает, что работы будут выполнены в течение четырех дней. Подобные работы проводились, и они успевали их сделать за 3-4 дня. Поэтому надеемся, что в этом году тоже никаких проблем не возникнет. Сто тысяч юных красноярцев сделали город чище и красивее. Именно столько молодых ребят вступили в трудовые отряды главы города за всю историю существования движения. Сегодня оно празднует свое 12-летие. А ребята подводят итоги уходящей летней смены. Все подробности прямо сейчас. Ну что же, дорогие друзья, прямо сейчас будет подписан акт выполненных работ трудового отряда главы города Красноярска. Хорошие, громкие арестменты! Для этих ребят подписанный акт выполненных работ не просто формальность. Это финальная точка большой летней смены. За три месяца больше двух с половиной тысяч подростков не только навели порядок в городе, но и обзавелись новыми знакомствами, интересами и увлечениями. Мне понравилось работать с художником из Москвы как раз, когда мы рисовали вот девушек на стене. Очень хороший опыт. Он делал баллончиками, а мы красками. Было очень интересно. Ну, все это переносить и потом делать. Это уже 12-е лето для трудотрядовцев. Движение зародилось еще в 2004 году. За это время стать его активистами смогли 100 тысяч подростков. Теперь это не просто программа для досуга молодых красноярцев. Это институт, в котором многие делают карьеру, находят друзей и узнают что-то новое. Масштабы движения сейчас поражают даже самих основателей. Поздравить трудотрядовцев с их праздником приехал и бывший глава города Петр Пимашков. Мы мечтали, что это должно быть движение. Движение интересное, потому что мы понимали, что в этом движении могут участвовать только люди активные, талантливые, любящие свой город. Мне просто и радостно, и я уверен, что это движение будет и дальше развиваться, потому что именно так воспитывается любовь к своему городу. Этим летом трудотрядовцы с любовью оформили в стиле стрит-арт 43 крупных объекта, а еще 4,5 миллионов квадратных метров убранной территории, 2,5 тонны собранной макулатуры и 10 новых территорий ответственности. Так в трудовых отрядах называют места, за благоустройство которых отвечает молодежь. Ребята там не только убирают мусор, но и работают над созданием арт-объектов, благоустраивают территорию, оформляют ее каким-то образом. И это самый главный новый подход, который сейчас реализуется с трудовым отрядом. Причем, что очень важно, ребята сами предлагают эти идеи. Эти таблички с просьбой не мусорить для ребят, как финальная точка летнего трудового сезона. С его закрытием работа для трудотрядовцев не заканчивается, ведь впереди еще осенняя смена. Виктория Лопатайте, Александр Тропин, Новости ТВК. Отстоял право участвовать в выборах в суде. Речь идет о кандидате в депутаты по 7-му советскому избирательному округу Иване Ребрики. Вокруг выдвижения независимого кандидата развернулась нешуточная борьба. В краевой суд обратились с требованием отменить решение избирательной комиссии о его регистрации. В субботу состоялось заседание суда, где были повторно рассмотрены все подписи и принято решение о законности регистрации. Сам кандидат в депутаты Иван Ребрик считает, что победа в суде – это закономерный результат. Победа в суде – это закономерный результат. У суда были все правовые основания подтвердить регистрацию меня в качестве кандидата в депутаты. Была высказана взвешенная позиция о том, что права более 3000 избирателей, подписавшиеся за мое выдвижение, вполне обоснованными и которые не должны быть нарушены. В воскресенье в Минусинске отмечали День помидора уже 13-й год подряд. Это не только общегородской праздник, но и соревнование, кто вырастет самый большой овощ. В выходные в Минусинске невозможно было поселиться в гостиницу. Друзьям и коллегам губернатора Толоконского гостеприимные минусинцы предлагали ночевать у них в гостях. О празднике в сюжете далее. Догнать минусинцев в деле выращивания помидоров действительно крайне сложно. Овощи размером с тыкву или небольшой арбуз, а меньше и не помидор вовсе. В этом деле соревнуется весь город. Этот помидор 2011 года пока абсолютный чемпион. Он 2 килограмма 146 граммов. Сейчас его место на выставке. И это точная копия из воска. Это самый большой за все. Вот 2,146 граммов. Губернаторы пытаются накормить супер бутербродом, а сам он, пройдясь по рядам, оценивает помидоры для засолки. Гости праздника Сергей Сокол и Артур Челенгаров переключаются с помидоров на малосольные огурцы. Овощи важны для полярников, говорит Челенгаров. Все, что тут делается, все делается вкусно. Замечательные помидоры, вкусные, еще очень вкусные малосольные огурцы. Потрясающие малосольные огурцы. Вот это вот еще одна из тем, которые нужно сделать достоянием юга Сибири, юга Красноярского края. Как говорит Артур Николаевич, закусывать очень хорошо. Жаль, но нынешним победителям помидорам закусить не удастся. Большева для засолки. Вот вырастившая его Наталья Медведева держит чемпиона. Вес 1 килограмм 878 граммов чистых витаминов и приз за победу. Новая Нива. Открываем автомобиль. Приглашаем домой. Посмотреть на помидоры в Минусинск традиционно приезжает много гостей. Вот и губернатор пригласил своих. Рано утром прилетел. И одно из первых, что мне сказали, что очень многие, кого я просил быть со мной на совещаниях сегодня, не устроились вчера в гостинице. То есть тут некоторых гостей размещали по квартирам. Способность выращивать арбузы, виноград. Это, ну, стратегически очень важно. Люди должны любить свою землю, верить в силу своей земли. Понятно, что учитывая конкурентные преимущества Юга Края, нужно, чтобы эти преимущества еще и работали. Бюджет Края вложил в инфраструктуру Минусинска миллионы рублей. Поэтому губернатор заодно проверил, как строят мост через протоку Енисея, успеют ли доделать школу к 1 сентября и план реконструкции Минусинского драмтеатра. Елизавета Курочкина, Новости ТВК. Новости ТВК. Новости ТВ.